Рождество Христово – светлое и доброе событие. В эту святую ночь в православные храмы устремляются люди, желающие разделить друг с другом радостную весть – рождение Иисуса Христа. Позади – 40-дневный пост, очищение покаянием и молитвой, чтобы этот светлый праздник встретить с чистым сердцем и душой. Ежегодно на рождественскую литургию в Георгиевский собор Одинцова прибывают сотни горожан. В этот раз здесь совершались одновременно два богослужения – в Среднем Иверском храме и Верхнем Георгиевском. Такое решение позволило всем желающим без суеты и спешки стать участниками торжественного события – исповедаться и причаститься. Праздничную литургию в Георгиевском храме возглавил благочинный церкви Одинцовского округа протеерей Игорь Нагайцев. После оглашения послания святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла благочинный поздравил прихожан и жителей Одинцовского района с Рождеством Христовым. Самое главное – воспринять разумом то чудо, которое свершается в эту рождественскую ночь, чтобы Господь родился в каждом сердце, каждое сердце принес бы радость. А самое главное – чтобы мы смогли правильно усвоить ту радость, которая дается нам от Бога, и чтобы мы с вами были благодарны Богу за ту радость, которую Он нам сообщает. Рождество – праздник особый. Это начало всех православных торжеств. Погоявления, Пасхи, Вознесения Господня, Пятидесятницы, подобно волхвам, пришедшим поклониться младенцу Христу, рожденному в Вифлееме и подарить ему золото, ладан и смирну, каждый из нас в эти дни может принести в дар спасителю мира свое доброе дело. В рождественскую ночь в Георгиевском соборе прошла благотворительная ярмарка, которую подготовили ученики и родители воскресной школы. Были представлены работы в технике декупаж, вышивка, поделки из дерева, домашняя выпечка, лоскутное шитье. Цель – помочь нуждающимся семьям прихода. Готовились дети, готовились взрослые, даже некоторые школы принимали участие. И очень радует, что наш собор становится очень хорошей общиной. Почему? Потому что очень много людей откликнулись на просьбу принимать участие в этой благотворительной ярмарке. Еще одна рождественская традиция – подарки всем сопричастным праздничному богослужению. Благодарность и помощникам, кто в эти радостные дни принял активное участие в уборке и украшении собора. Пожелать крепкого здоровья, Божьей помощи, ангела-хранителя всегда во всем. И самое главное – мира на нашей земле. Чтобы были чудеса и исполнялись желания. С праздником Рождества Христова всех вас и всех россиян. И всех, всех, всех и за рубежом наших соотечественников. За Рождеством наступают святые дни, святки, наполненные радостью и делами милосердия. Они продлятся до крещения Господня, которое празднуется Православной Церковью 19 января. Мария Подгипольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».